Вечерний Нью-Йорк Всего вам сладкого, здорового Нового Года, всего вам самого доброго и хочу также сказать шанатова и также пользуясь случаем ведущего этой передачи на протяжении многих лет, воспользоваться правами ведущего и поблагодарить всех наших телезрителей, которые вчера на выборах в 45 округе Ассамблеи штата Нью-Йорк проголосовали за мою кандидатуру. Благодаря вам я победил и стал лидером демократов 45 округа и обещаю, что я вас не подведу, буду делать все возможное, все что в моих силах, чтобы вам всегда помогать и отвечать интересам нашей замечательной русскоязычной общины. Ну а сегодняшняя наша передача, так как это предновогодняя передача, должна обязательно иметь сюрприз, подарок. Я вам его обещал и я вам его сделаю. Сегодня у нас в студии два прекрасных гостя, очень талантливых человека, имена которых вы наверняка уже слышали и знаете. В общем, у нас сегодня в гостях на RTN Рита Каган, известный продюсер, общественный деятель, человек, который организовал огромное количество блестящих концертов, вызывающих колоссальную популярность, собирающих сотни и сотни людей. И у нас в гостях сегодня Исхак Хаимов, он руководитель прекрасной арт-группы Хаверим, уникального мужского вокального коллектива. И когда я присутствовал на концерте арт-группы Хаверим, благодаря Рите Каган, мне удалось побывать на этом концерте в Бруклине. Зал, что называется, во-первых, там просто выбрали большую синагогу, но все равно места не хватило. Что называется, стояли плечом к плечу, столько было желающих, ну и я видел, что никто не уходил до самой последней секунды, и народ, что называется, или просто смеялся, или рыдал. То есть настолько это было впечатляюще, что я думаю, теперь все просто кричали «Еще давай концерт, еще один концерт». И я знаю, что по просьбам, что называется, трудящихся Рита Каган и Исхак Хаимов согласились, и будет еще один концерт, но мы сегодня про это поговорим. А пока первый вопрос к Рите Каган. Я думаю, что наши телезрители про Риту много знают, я знаю немножко больше. Хочу только сказать, что Рита Каган у нас, вице-президент Объединенной Ассоциации Восточноевропейских Евреев, где президентом Дмитрий Петрович Маргулис. И я знаю, что Рита Каган у нас еще и в правлении Американской Ассоциации Евреев из бывшего СССР, где вице-президентом Иосиф Лекарев, а президентом, по-моему, Инна Ставицкая. Ну если я начну сейчас все эти ассоциации перечислять, у нас Рита настолько энергичный, деятельный человек, что ни одно важное, интересное дело в нашей общении без нее не обходится. Итак, слово Рите теперь. Рита, расскажи, почему тебя так интересует концертная деятельность? Наверное, у тебя есть музыкальное образование, наверное, ты давно этой деятельностью занимаешься, поэтому так эти все концерты душевно получаются. Спасибо, Ари, за добрые слова. Прежде всего, хочу всех поздравить с наступающим праздником. Рашашан – это совершенно особый праздник, когда у нас все надежды, все наши желания, все может свершиться, все может исполниться. Именно поэтому в этот праздник мы решили сделать так, чтобы все увидели наш фестиваль, чтобы все услышали, чтобы все поняли и получили это настоящее чищение музыкой, искусством. О каком фестивале идет речь? О фестивале еврейской музыки, песни, танца, юмора, который состоится 23 сентября в Театре Миллениум в 5 часов вечера. Но перед тем, как рассказать о фестивале, я хочу поздравить тебя, Ари, с твоей новой замечательной волонтерской должностью. Но это здорово, мы очень гордимся тобой. Гордимся потому, что ты достиг возможности работать вместе с нами и для нас, и на нас, и делать новые большие дела. Это начало пути. Всего тебе самого доброго. Спасибо, Рита. Но я хочу вернуться к вопросу, который я задал. Почему так ты много лет занимаешься именно организацией прекрасных концертов? Почему у тебя получается именно концертная деятельность? Я знаю, что это очень хорошо получается. Но я вот спросил, есть какое-то музыкальное образование? Сколько лет ты этим занимаешься? Из какого города ты приехала? Немножко о себе. Для тех, кто еще не знает. Ну, музыкальное образование, конечно. Я закончила Минскую государственную консерваторию как музыковедка, как теоретик. Мы земляки из Минска, да. Конечно. И много лет в Нью-Йорке. Я это делала и в Белоруссии, и я это делаю в Нью-Йорке. Я люблю это дело и считаю, что это очень важно. И делать это нужно для людей, чтобы люди пришли, чтобы они это почувствовали, чтобы они могли сопереживать. Потому что вот в этом, что мы можем сделать? Вот как нам сделать, чтобы люди понимали, улыбались, чтобы они понимали еврейскую культуру? Ведь мы же не ходим в синагогу. Почему? В Америке, да. Но мы не ходили, скажем, в наши прошлые жизни в синагогу. Молодец. Я тоже. Я уверен, что Исак не выходит. У него другая ситуация. Но наши люди не ходили в синагогу в их прошлой жизни. Значит, здесь все начинается с этого неформального еврейского образования, из неформальной любви к музыке. И вот эта возможность дать людям, возможность услышать, понять, полюбить, очиститься. Вот это мы делаем. Понятно. Ну, теперь уже к Исаку Хаиму. Мы уже выяснили, что Исак у нас в синагогу ходит. Я не буду к словам придираться. Речь идет о еврейской культуре, я так понимаю. Правильно, Рита? Да, конечно. Речь шла о еврейской культуре. Исак, расскажите немножко о себе и о своем коллективе. Я знаю, что вы приехали из Ташкента, но вы приехали не напрямую, а через Израиль. Расскажите, пожалуйста. Абсолютно точно, да. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с праздником Роша-Шана. Пожелать всем здоровья, крепкого здоровья, удачи, счастья и любви, конечно. Мы сознательно выбрали этот фестиваль в дни между Роша-Шана и Йомки-Пором, чтобы люди пришли и зарядились этой атмосферой, этой особой обстановкой и зарядились праздничной какой-то энергетикой такой. И этот концерт еще я, я для себя считаю, это концерт очищения для всех нас, лично для нас, для артистов, и я надеюсь, что и для вас тоже, те, кто придут на этот концерт. Немножко о себе и о своем коллективе. Я закончил Ташкетскую государственную консерваторию в 1984 году, после чего стал, пошел в армию и служил в туркестанском ансамбле песни и пляски. Вот, и дослужился там до того, что стал руководителем солдатской бригады и очень много раз выезжали в Афганистан во время того, когда наши войска, группа советских войск находилась в Афганистане. А затем уже приехав в Израиль, через полгода ребята мои пригласили в синагогу. Говорят, ты когда-нибудь слышал еврейское пение, еврейское, вообще-то канторское искусство? Я как-то сказал, нет, мы настолько были далеки от религии вообще в Ташкенте, да вообще на территории всего этого Советского Союза. Это вот как раз то, о чем Рита говорил. Да, абсолютно, да. И когда я пришел в синагогу, я просто вот вошел, увидел, стоит кантор, стоит 12 молодых крепких ребят и поют вот эта вот канторская хоральная музыка была, хоровая музыка. И я просто, понимаете, у меня за плечами, это уже 10-15 лет работы в театре, я работал в опере и все. И тут вдруг еврейская музыка, которую никогда не слышал. И я просто зарядился, я вот прорядился, я просто остался с открытым ртом и когда закончилась репетиция, я даже не заметил. А затем мне дирижер коллектива говорит, вы так интересно слушали меня, вы не хотите у нас попробовать попеть? Я говорю, ну конечно, это была бы моя мечта, прикоснуться наконец-то, прикоснуться к этой музыке. Ну и так получилось, что я в конечном итоге стал сам и руководителем этой самой группы, которая там оказалась. А затем уже через 10 лет примерно меня пригласили сюда, в Нью-Йорк, организовать вот такой вот уникальный коллектив при Нью-Йоркской синагоге, который открывал тогда рабай Марк Шнайер. Синагога открывалась тогда на 58-й улице в Манхэттене, прямо в центре еврейской жизни, что называется, культуры. И он при помощи кантора и хора, который он хотел организовать, пытался привлечь в эту новую синагогу новых людей и показать, какой уникальный может быть синагога и сколько людей эта синагога может привлечь к себе. Получился довольно интересный у нас союз с ним, и мне удалось собрать хорошую команду. Сколько человек в вашей жизни? В команде сегодня 8 человек. 8? Да. Команда уникальна тем, что, во-первых, она интернациональна. В команде работают люди с 4-х континентов. Я не говорю сейчас о странах, а о 4-х континентах. Я, например, из Азии приехал, Средней Азии, как вы понимаете. У нас есть люди, которые приехали из Европы. Значит, есть люди, которые приехали из Южной Америки. Из какой Европы? Из Белоруссии или из Франции? Нет, я вам сейчас скажу. У нас есть люди, которые приехали из Украины, люди, которые приехали из Албании, люди, приехавшие из Еревана, люди, приехавшие из Молдавии, и люди, приехавшие из Германии. Также у нас есть люди, которые живут в Венесуэле, то есть в Южной Америке и американцы тоже. Уникальный коллектив. И все поют еврейские песни. Уникальный коллектив. Когда они пришли в коллектив, я их научил, и они увидели, что это такое и насколько это красиво, они просто зарядились вот этой идеей. И в итоге у меня появилась идея все-таки дать им возможность самим себя выразить и проявить свои лучшие качества именно в концертной деятельности. Ицхак, я думаю, будет несправедливо, если наши телезрители будут только нас видеть и слышать, но никогда не увидят и не услышат выступление арт-группы Хаверим. У нас сегодня есть несколько фрагментов этого выступления, одного из прекрасных концертов. Вы сейчас сможете это увидеть и услышать. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это, конечно, изумительно. Я говорю еще раз, я помню этот концерт. Я первый раз в жизни тогда вот Рита организовал, и я узнал про вашу арт-группу, и меня произвело неизгладимое впечатление. Буквально две недели после этого концерта ходил, всем только про это рассказывал. И когда я знал, что Рита пригласила вашу арт-группу на вот этот фестиваль еврейской музыки, песни и танцы в Миллениуме на 23 сентября, я был просто счастлив, что я снова увижу этот прекрасный коллектив. Следующий вопрос у меня к Рите. Я знаю, что в этом фестивале, кроме арт-группы Хаверим, будут принимать участие еще и другие артисты. Я хотел бы, чтобы ты рассказал, кто именно будет еще, кроме арт-группы Хаверим. Потому что, я так понимаю, фестиваль еврейской музыки, песни и танцев, я не очень помню там у вас танцы. С юмором, я так понимаю, у вас все в порядке. Ну, может быть, что-то еще? Танцы у нас будут тоже, потому что мы пригласили нашу молодежную танцевальную ансамбль «Лезгинка», «Лезгинка НВС». Да, у них есть замечательные горско-еврейские танцы. Это Анатолий Вартанян и Алена Бадалова. Алена Бадалова, совершенно верно. И у нас с юмором тоже все в порядке. У нас замечательные две молодые певицы, правда? Да, очень замечательные. Замечательные, удивительные девочки. Это Наталья Дэвидсон. Ну, Наталья Дэвидсон, это я ее уже видел много раз и слышал. Это просто вообще ее выступление, это уже само по себе подарок. Она оперная певица. Она недавно выступала, например, на Бордвоке. Она хотела исполнить две песни. Потом народ так вот подступил к критикам. Она сказала, что если только Наталья Дэвидсон сейчас уйдет, это будет преступление против человечества. И, в общем, по просьбам трудящихся она еще исполнила «Гад Блэс Америка» и другие песни. У нее очень изумительный голос, бесподобный талант. Я думаю, вы получите массу удовольствия от выступления Натальи Дэвидсон. Кто еще? Она была в тренировке в Австрии, очень успешная, очень удачная. И у нас в фестивале она будет исполнять замечательную, очень трогательную песню «Эли-Эли». Пусть секретом будет, кто что будет исполнять. Не выдавайте нашу секрет. То, что для нас очень важно, то, что она просто... Кто еще? И еще одна замечательная девочка из Израиля, Наташа Цверко. Мы тоже в нее влюблены, потому что она такая обаятельная, такая чудная. Она будет не одна. Ее буквально тренировал Миша Гайсинский, израильский друг. А его я, похоже, тоже видел, опять же, на концерте, который она организовала на Дэвидсон радио. Совершенно верно. Да, да, люди очень хотят их услышать еще раз. И, в общем, это, я считаю, что это событие уникальное. Прекрасно. Спасибо. Снова вопрос к Ицхаку Хаимову. Хорошо, вот такой вот коллектив, он очень разный. Из Венесуэлы, из Албании, и не два человека. И они еще и солисты, я же слышал, каждый из них еще индивидуально поет. Это не так просто вообще, даже просто два человека живут в общежитии уже непросто. А тут восемь человек, коллектив целый. Каждый звездой себя считает. И вы должны всех организовать, как все это происходило, как это у вас все происходит. Нет трений, как это вы... Все сложно очень. Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, кстати. Мы с Рит очень долго думали, как назвать нашу группу. Как назвать нашу группу. Да, и почему Хаверим? И мы ее назвали Хаверим не потому, что у нас не хватило фантазии, на самом деле. Днями и ночами мы работали. Потому что атмосфера в коллективе настолько дружелюбная, настолько ребята пытаются друг другу помочь, научить. Нет никакой конкуренции, соревновательности между ребятами. Наоборот, мы берем какую-то песню. Если я вижу, что, допустим, данный товарищ ее поет хуже, чем другой, мы передаем другому артисту. И этот предыдущий товарищ даже помогает и подсказывает, как правильнее, как лучше выставить фразу и как это сделать. Вот такая хорошая атмосфера. Но я вам скажу, конечно, с ребятами, которые приехали из разных стран, которые получили совершенно различное образование, разные школы. Легче, когда люди живут, как, например, у Михаила Турецкого. Они все из одной страны. Учились по одним учебникам, у них педагогов. Говорят на одном языке. А здесь есть люди, которые русского языка не знают. На английском некоторые плохо говорят. Некоторые говорят только на итальянском, например. Но они зарядились вот этой музыкой. Им настолько понравилась еврейская музыка. Они настолько зарядились. Я даже слышал, на испанском языке пели иврейский. И на албанском поют ребята. И все это понимаете. Я хочу сказать, что все они получили очень хорошее образование. Во-первых, они вокалисты, профессиональные вокалисты. Несколько человек, трое, например, закончили Маннас Скулов оф Мюзик. Это part of a new school в Нью-Йорке. А два человека учились в джюлерскул. Один человек закончил Иерусалимскую академию. Тот самый венесуэлец, который приехал из Венесуэла в Иерусалим. Закончил там иерусалимскую академию музыки. Это который пел про Иерусалим, так что там все плакали. Да, да, да. И самое интересное, что есть у нас один товарищ армянской национальности, который закончил здесь, потом уже джюлерскул. Это очень сильно известно. Как только мы начинаем петь Атыкову, у него слезы на глазах. И вот вчера, когда у нас была репетиция, он подошел и попросил, можно я сам буду Атыкву петь? Я хочу ее спеть, потому что она настолько... Где, в миллениуме. Вот в миллениуме, да. И он будет петь Атыкву. Ну, он будет петь в дуэте с кем-то, но вот такая вот атмосфера. Вы знаете, у нас недавно прошла репетиция, вот первая с оркестром и все. И произошел такой вот момент, для меня, например, это было открытие, когда пианист, совершенно замечательный пианист, гениальный музыкант, Руслан Агагабаев, вдруг подходит после репетиции и говорит, «Вы знаете, что я хочу научиться петь, и хочу петь в вашем коллективе. Я очень хочу, и если кто-то из ваших ребят готов был бы мне помочь, научил бы меня, я бы сюда 8 пел бы». Это горские евреи, по-моему. Горские евреи Агабабаев. Стоит рядом гитарист. Вы знаете, гитаристы, они обычно, народ очень такой малоэмоциональный, они играют. Строгий, да. И вдруг он начал петь, и мне говорит после репетиции, «А можно те песни, которые я знаю, я буду петь с вами вместе?» Вы понимаете, да, что происходит? Вот настолько энергетика от ребят пошла, что музыканты заразились просто. Я знаю, что вы выступаете не только перед русскоязычной аудиторией, а вообще в основном вы выступаете перед американской аудиторией, перед израильской аудиторией. То есть это буквально там считанные концерты были перед русскоязычной аудиторией. Это огромное спасибо Рите Каган, что она нам открыла такую арт-группу, а? Да, это вообще большое счастье. Ты знаешь, когда мы встретились в первый раз с Ицхахом, я увидела, что он делает, как он делает, я буквально влюбилась вот в это искусство, в ребят, в Ицхаха во все, что мы можем сделать вместе. И мне кажется, что это начало нашего пути. И мы сделаем все. У нас бывают, конечно, моменты депрессии тоже, но в основном мы, конечно, оптимисты, и пойдем вперед и будем делать все, чтобы и наша община это слышала, и чтобы все общины это видели и слышали. У Ицхаха замечательная работа в Хэмптоне. Можешь соскать? Да, да, да. Мы работаем в очень уникальной синагоге. Уникальна она тем, что все наши сервисы, это музыка музыкальная. У нас стоит кантор, у нас хор, и мы проводим вот такие вот хоральные сервисы. Это одно из немногих мест в мире, я не говорю в Америке, в мире, в котором есть кантор и хор. Это искусство, которое в 50-х, в 40-х годах было очень хорошо развито, но сейчас оно постепенно уходит, даже в Израиль его очень мало. И вот наша синагога уникальна тем, что позволила себе иметь вот такой вот коллектив. И вы в полном составе там все выступали? И мы в полном составе. Каждую субботу, пятницу и субботу мы выступаем. Вот сейчас у нас завтра, послезавтра мы едем проводить Роша-Шана, Йом-Кипур и так далее и тому подобное. То есть это постоянно работающая синагога, в котором каждую неделю поет хор и поет кантор. Ну, я поехать не могу, и многие из наших телезрителей поехать туда не могут, но до Миллениума, до Брайтона, я думаю, доберутся все, чтобы посмотреть выступление, это услышать. Я повторяю еще раз, просто добавляет, наверное, лет 10-15 жизней добавляет сразу же, я вам гарантирую. Я хочу сейчас еще раз, чтобы наши телезрители увидели еще один фрагмент выступления этого талантливейшего коллектива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я видел, как вот просто после этого концерта просто засыпали вас цветами и продолжали нести и нести, то есть я видел реакцию аудитории, то есть это было просто, ну, счастье на лицах людей, которые подходили, благодарили, фотографировались. Я думаю, что это здорово, что будет в Миллениуме, потому что там большой зал, там 1400 мест, по-моему, там местится очень много людей, которые смогут это все увидеть и услышать. И я думаю, что это большой подарок. Не только Бруклину может приехать человек из любого места, может из другого штата приехать. У нас телезрители по всей Америке есть и даже в Канаде есть. Я думаю, что Хаверим для русскоязычной публики делает, что называется, первые шаги, потому что в основном перед американской аудиторией выступали. Но я знаю, что вы, по-моему, и в Израиле тоже выступали. Да, Ария, я хотел бы вот как раз на эту тему поговорить немножко, если у нас есть время. Я, во-первых, хочу поблагодарить Риту на самом деле, потому что этот человек, который в нас поверил и дал нам такую возможность сейчас выступить именно перед русскоязычной аудиторией, потому что американская аудитория, американские евреи нас знают очень хорошо. Мы уже имели пять концертов в Every Fisher Hall, мы выступали уже в Carnegie Hall, мы выступали на многих-многих канторских фестивалях, международных канторских фестивалях, и имеем огромный опыт именно работы в таких вот фестивалях. Недавно, год назад, был фестиваль в Израиле, канторской музыки, и нас наряду с другими коллективами пригласили в Израиле. На следующий год мы приглашены в Польшу на фестиваль в Ротславе, есть фестиваль еврейской музыки ежегодно, в Кракове, вернее, в Кракове, есть фестиваль еврейской музыки, на который мы приглашены как официальные гости. А в этом году произойдет самое, наверное, главное и значимое событие для нас. Наш коллектив был приглашен в Кеннеди-центр в Вашингтоне. 6 декабря будут концерты нашего коллектива вместе с Кантером в Кеннеди-центр. Уникальное это место тем, что до нас там выступал Кисин, после нас там будет выступать Ицхак Перельман. В общем, это довольно очень солидная концертная площадка, и это честь выступать на такой площадке. В общем, я понял с того, что Вы рассказываете, что мы про Ваш коллектив еще и по CNN, и по Facts News будем смотреть, по всем ведущим американским каналам, и в Конгрессе США я уже просто в этом уверен, потому что и уровень у Вас позволяет вполне, и раскручивать, на мой взгляд, раскручивать Вас просто не нужно, потому что, ну, действительно, очень талант, да еще и разнообразность такой спецификой. Сам факт вообще существования Вашего коллектива, на мой взгляд, это просто символ, на мой взгляд, символ дружбы, символ человечности, символ любви, символ прекрасного отношения к Иерусалиму, как там пели на этом концерте. Поэтому я думаю, столько символов, Ваша группа, арт-группа, не так называются арт-группы, это просто художественное произведение, на мой взгляд, высокого калибра. Еще и последнее, что я хотел сказать, у нас уже передача заканчивается. Рита, я не думаю, что ты одна все это дело организовываешь, а знаешь, у тебя всегда есть помощники, но чтобы организовать фестиваль в миллениуме, песни, танцы, юмора, я могу сразу сказать нашим телезрителям, что меня Рита тоже привлекла в качестве ведущего, чтобы я артистов объявлял. Я сразу согласился, потому что это большая честь. Представлял, это очень важно. Представлял, да. Для меня это большая честь, и я согласился сразу же, но я знаю, что есть и другие помощники. Да, во-первых, я хочу поблагодарить всех помощников, всех соратников, потому что невозможно сделать такое большое дело, как фестиваль. И вообще сегодня я счастлива. Одна неделя осталась до фестиваля, но вот то, что есть такая возможность, что справа от меня сидит такой талантливый, а я бы сказала, гениальный руководитель ансамбля, Ицкор Хаимов, а слева от меня сидит Ари Каган, победитель сегодня, и человек, который будет представлять артистов, и человек, который участвовал в первом фестивале еврейского искусства. И в первом, и во втором. Во втором, да. То есть мы можем продолжать наши традиции, можем это делать в память о тех, кто ушел, и для будущих поколений, чтобы наши дети, наши внуки пришли, увидели, услышали, поняли и полюбили. Ну, прямо как сказал Ицхак, что если бы его посадили бы посередине, он бы между двух каменов бы сидел сегодня, загадывал желание. У нас передача подошла к концу. Сегодня были два талантливых человека, которые очень много делают для пропаганды, для популяризации еврейской культуры, во всем ее разнообразии. Я думаю, вы получите 23 сентября, во сколько, в 5 часов, да? В 5 часов вечера в Театре Миллениум. Огромное удовольствие. Ну, а вам большое спасибо, моим замечательным гостям, за все, что вы делаете по жизни, потому что вы несете, как говорят, доброе и светлое. Еще раз шанатова. До встречи в следующей неделе, уже в новом еврейском году. С вами был журналист газеты «Вечерний Нью-Йорк» Ари Каган. И в гостях у нас были Рита Каган и Ицхак Хаимов. Всего самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова